В эфир телеканала Хабар 24 снова заступила дневная смена. Я Кояржин Смогулов. Здравствуйте. Итак, все официально зарегистрированные в Казахстане политические партии предоставили в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажелиса по партийным спискам. Всего их семь. Аманат, Республика, Абжоу, Алоу, Байтах, Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. Предвыборная гонка начнется 18 февраля в 18.00. То есть еще больше недели агитация у нас запрещена в стране. Так что давайте вместе с экспертами обсудим действия политических объединений, не нарушая при этом закон. Что ж, на связи с нашей студией сейчас находится эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, известный политолог Андрей Чеботарев и директор Центра политических исследований Айдар Амрибаев. Добрый день, господа. Прежде чем приступить к обсуждению, давайте посмотрим небольшой опрос, который мои коллеги провели на улицах и выясняли, что казахстанцы думают о предстоящих выборах. Это наш гражданский долг. Да, будем участвовать. Конечно же будем. А чем вы мотивируете такое решение? Ну, гражданский долг. Будем участвовать. Новые выборы же идут обратно. Надо теперь избирать других. Посмотрим, кого предложат. И почитаем про кандидатов, что там, как там. Буду изучать, посмотрю. А вообще вы будете голосовать? На такие выборы я стараюсь ходить, да. Ну, чтобы хотя бы каждый голос был учтен, наверное, чтобы за меня не проголосовали. Да, планирую. А чем вы мотивируете свое такое решение? Участвовать в будущем Казахстана, чтобы принимать свои решения. Итак, как мы видим, казахстанцы настроены достаточно решительно. То есть намерены в большинстве своем принять активное участие в предстоящих выборах. И лично мое внимание привлек один из ответов, где, собственно, человек сказал, что да, будем участвовать, буду изучать, посмотрю. И мне кажется, что это совершенно правильно, совершенно верно. Действительно надо изучать, надо подходить к вопросу выбора именно с точки зрения осведомленности. И поскольку у нас все политобъединения уже провели свои съезды, на которых озвучили, так сказать, свои какие-то программные платформы и, так сказать, цели, задачи и так далее, вот, то предлагаю как раз-таки обсудить эти вещи. И сделать это по достаточно жестким правилам. Мы с вами нечто подобное уже делали, господа, и, так сказать, мне показалась эта форма эффективной. Итак, я даю каждому из вас по три минуты на то, чтобы, так сказать, прокомментировать те самые заявления, политические цели и задачи, которые партии озвучили. Я думаю, что вы в силу своей профессии, как политологи, внимательно за этим следили. Что ж, господин Токтушаков, давайте начнем с вас. И вам достается партия Ахжол. Для начала небольшой выжимка информации. Съезд партии Ахжол прошел 1 февраля. Кандидатами в депутаты Мажелеса были утверждены 54 человека по партийным спискам и 23 по мажоритарной системе. В Масляхате всех уровней выдвинуты 652 члена партии. Что ж, господин Токтушаков, ваши три минуты на то, чтобы прокомментировать заявления и цели задачи Ахжола, начинаются. Да, здравствуйте, Каиржан. Действительно, как в вашем сюжете было отмечено, состоялся съезд партии, где были выдвинуты кандидаты как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Количество депутатов, которые выдвинула партия, составило чуть более 50. Это примерно такой же показатель, как и у Народной партии Казахстана. При этом мы видим, что в сравнении, допустим, с другими партиями, вот новыми, как Республика, Байтак, партия АУЛ, ОСДП, их количество более чем в два раза превышает. Именно количество кандидатов, которые они выдвигают по партийным спискам. Наверное, вот ту цифру, которая, вернее, то количество людей, которые они заявили в качестве кандидата по партийным спискам, это, наверное, в значительной степени говорит о амбициях партии. То есть, какое количество, значит, примерно депутатов они собираются баллотировать в Нижнюю палату парламента. Хотя, если честно сказать, что сама партия, ну, я имею в виду ее внутрипартийные, так сказать, отношения и так далее, сейчас, на мой взгляд, переживает достаточно сложные времена. Ну, можно в определенной степени так сказать. Ну, вот если посмотреть на состав кандидатов, то нужно отметить, что, значит, все-таки определенная часть депутатов, значит, которые были в седьмом созыве, да, в седьмом созыве Мажелиса, она осталась. Ну, вот все-таки лидер партии, да, Азад Пюрашев, он был выдвинут, да, в качестве номер один в этом списке. Значит, Дания Испаева, которая в свое время баллотировалась в качестве президента, она также осталась в списке. То есть, в принципе, мы видим, что определенный костяк, который раньше, ну, в качестве актива партии использовался, он сохранился. При этом мы видим, что есть там ряд персон, которые, ну, как бы, они относительно новые, то есть не такие медийно узнаваемые. Если, ну, вот, в целом посмотреть, то все-таки там большая часть в составе кандидатов представлена из людей, которые работают в центральном аппарате, которые работают, значит, в региональных представительствах. Ну, и вот, как я до этого говорил, это депутаты из предыдущих созывов. Да, это, кстати, можно сказать, что в какой-то степени плюс этой партии в том смысле, что у них есть уже опыт парламентской работы. Да, опыт парламентской работы есть, и это будет однозначным плюсом, вот, как и для партии Якжоу, и для народной партии Казахстана. Все-таки, вот, много, скажем так, избирательных кампаний до этого они уже прошли, да, потом партия участвовала, состояла в народной коалиции, да, когда были президентские выборы. То есть, в принципе, вот этот опыт электральной работы, такой большой опыт, скажем так, он имеется. Я думаю, что это будет однозначным плюсом. Ну, да, они могут сказать, вот у нас есть результаты. Да, к минусам можно все-таки отнести, это, в принципе, касается всех партий, которые вот уже до этого существовали, вот, это такая определенная электоральная усталость, как бы все об этом говорят, вот, ну, скажем так, старых партий, да, в обществе все-таки присутствуют, да. И вот, я думаю, что это одним из вызов, это для них будет являться одним из вызов, с которым надо будет преодолеть, да, да. Безусловно. Что ж, стоп, время, значит, замечательно, сбрасываю. Господин Чеботарев, прошу, так сказать, к барьеру. Вам достается Народная партия Казахстана. Давайте посмотрим небольшую информационную выжимку. Съезд Народной партии Казахстана прошел 30 января. Партийный список составил 52 человека. Средний возраст кандидата – 50 лет. Больше 32% кандидатов составляют женщины и молодежь, а также люди с особыми потребностями. Маслихаты всех уровней выдвинуты около 600 кандидатов, 40% из них по одномандатным округам. Что ж, господин Чеботарев, ваши три минуты начинаются прямо сейчас. Если говорить про состав кандидатов в депутаты, то здесь мы видим, конечно, преобладают новички. Почему? Потому что у них в прошлом году произошла смена руководства. Пришел известный общественно-политический и государственный деятель Ермухамед Ерпизбаев, заняв пост председателя. Сменился руководящий состав, обновился состав депутатской фракции. Да, там есть свои плюсы и минусы. Минус в том, что ряд депутатов бывшего мажориста парламента, они вышли достаточно громко из этой партии, скажем так, высказав ее пользу. С другой стороны, в принципе, остались Айкин Кануров, бывший председатель этой партии, Ирина Смирнова, достаточно активный депутат, Магирам Магирамов, вот кого я знаю. И еще один момент, то, что по списку партии пришли общественники, которые ранее в ней не состояли, но, видимо, были приглашены, например, такие гражданские активисты, как Эколог Вадим Ни, гражданский активист Асхата Слубеков. То есть, в принципе, партия показывает, что она действительно обновляется, но пока я не вижу качественного обновления по ее идеологическим аспектам, причем потому что, да, руководство поменялось, но не поменялась ее политическая программа, поэтому будем надеяться, что только, может быть, в предвыборной программе, которую мы увидим с момента предвыборной агитации, что-то новое появится. А вам не кажется, что, ну, скажем так, людям стало их сложнее воспринимать с тех пор, как они, ну, вот, так сказать, публично отказались от приверженности коммунистической идеологии? То есть, когда они были наследниками Компартии, все было достаточно понятно, то есть, так сказать, классическая схема. Сейчас, может быть, есть некоторое просто непонимание того, ну, что они с собой представляют? Ну, на самом деле, вот, их коммунистическая оболочка всегда ассоциировалась с прежним их лидером Владиславом Косаревым. Уже новые команды во главе с Айкином Конуровым, они уже, как бы, более ассоциировались, ну, скажем, как социалисты, скорее всего. И уже приход Ертезбаева, который когда-то был одним из сопредседателей социалистической партии Казахстана, это четко подчеркивает, что, в принципе, сейчас это больше социалистическая партия по своей идеологии, чем коммунистическая. Ну, и потом у нас же общество омолаживается, требует всевозможных декоммунизаций, десоветизаций. И здесь, конечно, определенный тренд есть, то есть, как бы, с одной стороны, ушли от набившего оскомину термина коммунистическая производная от него. А с другой стороны, ну, сделали ставку на то, что есть социалистические всякие там идеи, ценности, как социальность, справедливость и так далее. Ну, действительно, почему бы и нет, почему бы и нет. Хорошо, спасибо огромное, господин Чеботарев. Господин Амрибаев, так сказать, ваша очередь. И вам достается наша, так сказать, казахстанская классика жанра – партия Аманат. Давайте посмотрим небольшую информационную выдержку о ней. Съезд партии Аманат прошел 7 февраля. Партийный список составил 90 человек. Масляхаты всех уровней выдвинут 3821 кандидат. Более 30% кандидатов – это женщины, молодежь и лица с особыми потребностями. Так, господин Амрибаев, ваше время начинается. Здравствуйте. Ну, знаете, с Аманатом на самом деле это достаточно известная партия, да. Она имеет достаточно продолжительную такую политическую историю. И вот, как заявило руководство этой партии, вот сегодня она переживает фундаментальное обновление. До 75% фактически партийного актива сменилось. И, значит, партия сегодня, ну, она, конечно, она притязает на то, чтобы сохранить свои доминирующие позиции, значит, в парламенте. И прилагает к этому все усилия. Вот, в общем-то, в тех программных документах, которые, в принципе, партия, как бы, предложила, она, в общем-то, предложила такой достаточно своеобразный подход, так называемый стратный подход, да. То есть, вот, в принципе, как бы, в партию были рекрутированы, значит, представители самых разных слоев населения. Очень хорошая представленность регионов, ну, соблюдены вот эти квоты, да, гендерная квота 30%, там, значит, женщины, молодежь. То есть, вот, в целом, как бы, партия достаточно сейчас динамично меняется. И она, ну, в общем-то, всеми силами пытается продемонстрировать свою, так сказать, открытость, да, способность взять инициативу в свои руки. Конечно, есть определенные проблемы. Проблемы в чем? Проблемы, так сказать, в ребрендинге, с одной стороны, да, то есть, Аманат еще, как бы, так, не сила в сознании, да, в общественном. Ну, и очень часто Аманат ассоциируется с прежней партией Нур-Отан. То есть, вот, в принципе, фактически партия, наверное, будет больше, в большей степени бороться с Нур-Отаном, чем с остальными действующими партиями, которые будут участвовать на выборах. Вы так думаете? Но мне кажется, что все-таки, ну, вот, той политической монополии... Я имею в виду просто старое наследие, конечно. Я понимаю, да, я понимаю, да. Да, у общества есть определенное такое критическое восприятие Нур-Отановских новаций, поэтому, так сказать, партия Аманат нужно себя продемонстрировать, конечно, как партию, которая может двигать общество к новому, справедливому Казахстану. Вот, как бы, речь об этом. Да, безусловно. Я имею в виду, что, ну, скажем так, членам партии сейчас, мне кажется, уже не стоит, скажем так, подходить к предвыборному процессу несколько расслабленно, поскольку вот это большой список из партии, да, и плюс еще одномандатники. Мне кажется, все это поставят под вопрос, ну, назовем это своего рода политической монополией Аманата. Безусловно, конечно, они не собираются расслабляться. Вот, если посмотрите, они, в принципе, достаточно так вот активно включились в избирательную, ну, так, скажем, сейчас пока в предвыборную кампанию, то есть вот, скажем, целый ряд идиологов этой партии выступали на разных площадках, то есть разъясняли эту позицию, отличие Аманата от, скажем, Нур-Отана, да, и вот, что преемственно здесь совершенно иного рода. Ну, то есть вот проходила такая разъяснительная работа. Согласен. Что ж, итак, мы возвращаемся к господину Токтушакову. Так, господин Токтушаков, вам достается, так, Аманат у нас был, следующий у нас ОСДП. Давайте посмотрим небольшой материал. Съезд Общенациональной социал-демократической партии прошел 2 февраля. Утверждены 19 кандидатов в депутаты мажориста парламента Казахстана, выдвигаемых по партийному списку с соблюдением квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. Вопрос выдвижения кандидатов Маслихаты будет решаться на конференциях филиалов. Что ж, Арман, ну вот, что скажете по поводу нашей системной оппозиции? ОСДП, да? Да. Да, значит, ОСДП, ну, у них также прошел съезд. Они выдвинули 25 кандидатов, из которых 19 по партийным спискам, 6 по одномандатным округам. Ну, что, как бы, прежде всего можно сказать о партии, то, что мы знаем, что долгое время они до этого не участвовали, игнорировали, скажем так, да, бойкотировали. Они называли бойкотировали. Бойкотировали, да, выборы. Значит, и вот за долгое время впервые, значит, в прошлом году кандидат от ОСДП, мы знаем, участвовал в президентских выборах. Это был, значит, Нурланов Исбаев. Ну, и вот, кстати говоря, он тоже, мы знаем, что вошел в партийный список кандидатов от партии ОСДП. Ну, что можно сказать, что все-таки, наверное, вот в экспертном сообществе существует такое мнение, что все-таки вот эта партия является таким, скажем, как это более корректно сказать, не отголоском, а такой наследницей вот той партии, которая существовала раньше, и которую возглавлял, значит, другой оппозиционный деятель, известный. И, ну, что можно сказать, что общенациональная социал-демократическая партия, основная там идеологическая линия, это тоже такие вот социал, ну, можно сказать, социалистические, да, социал-демократические ценности. В этом смысле они во многом пересекаются с Народной партией Казахстана. Журмахан Туэкбай, извиняюсь, вот когда я говорил про то, что партия является наследницей, и вот тогда все-таки был такой яркий лидер, это все-таки Журмахан Туэкбай, и во многом она ассоциировалась именно вот с этим человеком. А вообще, ну, вы имеете в виду, что в целом есть у ОСДП ощущение нехватки в ее рядах, ну, вот таких вот харизматичных, ярких и так далее, то есть сторонников? Да, я вот совершенно с вами согласен, то, что вы назвали, все-таки вот, если сравнивать с другими партиями, все-таки вот такая нехватка определенных известных медийных личностей, я думаю, что она присутствует. И, ну, посмотрим, как вот партия справится с этим, как она себя покажет в агитационный период. Из таких вот известных лиц мы знаем, что это вот Нурлан Уязбаев, который так достаточно ярко засветился во время президентской кампании. Ну, вот я знаю, что лидер партии это господин Рахимжанов, и еще вот такой достаточно, вот можно его выделить в качестве такой известной персоны, он часто выступает в качестве эксперта, экономиста, это господин Алибаев, он является заместителем председателя партии. Айдар Алибаев очень известный. Да, 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 ну вот, в принципе, вот по этим, по личностям можно судить о том, что, как бы, вот за счет них во многом они постараются, как бы, нарастить свой, как бы, электоральный потенциал и привлечь как можно большее количество сторонников на свою сторону. Понимаете, у вас еще 20 секунд. Ага, ну, в принципе, посмотрим, как проявит себя ОСДП, я думаю, что амбиции партии есть, как раз вот впервые за много лет попасть в, пройти вот необходимые 5-процентные барьеры, попасть в Мажелис. Ну да, но мне кажется, все-таки они зря вот в предыдущие электоральные периоды бойкотировали процессы. Мне кажется, политика это, ну, скажем, как спорт, им постоянно заниматься. Да, ну, может быть, в этом, да, в этом смысле, как бы, им как раз сейчас предстоит преодолеть вот эту проблему, когда у них не было вот этой постоянной практики. Снова нарастить мышцы. Хорошо, стоп. Так, переходим, господин Чеботарев, опять к вам. И вам достается новичок на политическом поле Казахстана. Партия «Зеленых» Байтах. Давайте немножко о ней. Партия «Байтах» на съезде 3 февраля объявила список кандидатов в депутаты Мажелиса парламента. Из 20 состоящих в списке претендентов четверо прошли по женской квоте, один по молодежной и один по категории лиц с особыми потребностями. Еще четверо будут участвовать в выборах по мажоритарной системе. Что ж, господин Чеботарев, задача у вас непростая, поскольку, как я уже сказал, партия «Новичок», создана недавно. Ну, скажем так, какого-то особо большого бэкграунда за ней нет. Но давайте попробуем проанализировать то, что мы о ней знаем. Время прошло. Ну, все, что я знаю, это то, что лидер этой партии Азаматхан Амиртай, он начал процесс ее создания еще с 2019 года. Он даже предлагал Алжасу Сулеймену, который потом, правда, отказался, начал его создавать в свой народный конгресс, стать лидером «зеленых». И вроде как тогда Алжас Сулейменов был готов, но потом передумал. А сам Азаматхан, он участвовал в работе Национального совета общественного доверия, встречался с президентом страны, озвучивал ему свои вопросы по «зеленой повестке». И вот в его пользу говорит то, что их партии, когда была система Думбирата, еще присутствовал экс-президент страны в качестве президента Саубеза, им тогда не давали зарегистрироваться как какой-либо оппозиционной партии. И, на мой взгляд, это для них плюс. То есть это не то, что там вот республика, про которую говорят, что буквально там ее затащили с помощью административного ресурса. «Зеленых» действительно до прошлого года их не регистрировали. И вот в прошлом году они появились, и сама вот «зеленая повестка» у нас сколько раз пробовали те или иные политические силы, силы, персоны институциализировать не получалось. Вот Мелси Юрисинов у нас это как патриарх, можно сказать, «зеленого движения». Но сколько вот, на моей памяти, он всегда проводил там три или четыре съезда партии, свои «зельтабега». Ну и дальше этого дело не шло. То есть не знаю, почему это был вопрос к нему. Потом партия «Рухания» в какой-то момент, они называли себя «партией зеленых», когда их возглавлял Селикзан Виталин. Но в 2012-2011 году он пошел на парламентские выборы с национально-патриотической повесткой. То есть как бы про «зеленую повестку» забыл, и там потом была целая история, что их партию сняли с выборов, его самого переизбрали и так далее. Ну и в итоге вот партия «зеленых» в бойтах. В принципе, люди, которые действительно давно уже поднимают эту тему, по крайней мере, господина Азамахада Амирта. Тем более, что в Казахстане есть о чем говорить в этом плане. А, и проблем экологических, в самом деле, много. И здесь, во-первых, и тема актуальна. Ну и плюс, все-таки, я думаю, в их пользу сыграет, так или иначе, фактор новичка. Почему? Потому что все-таки у нас определенная часть избирателей устала от некоторых политических партий, которые то участвуют, то не участвуют. Если участвуют, непонятно с какой повесткой. А здесь, в принципе, то, что волнует всех. Даже взять нас, алматинцев, это прежде всего загазованность. Ну, согласен, согласен. Хорошо, будет интересно посмотреть, действительно, как они смогут или не смогут продвинуть «зеленую повестку» в этой жесткой конкурентной борьбе. Стоп, время. Так, сбрасываем. Господин Амрибаев, я думаю, что вот этот выбор вам, наверное, понравится, потому что вам достается еще один новичок. Партия, которая называет себя цифровые намады «Республика». Немножко о них. Под результатом первого, неочередного съезда партии «Республика», 29 членов партии вошли в список кандидатов в депутаты Мажелиса. Партийный список состоит из 25 человек. В списке одномандатников – 4 человека. Ну что ж, господин Амрибаев, давайте попробуем проанализировать, что мы знаем о членах партии «Республика», точнее, о самой партии «Республика». Время пошло? Да, на самом деле, мне, например, представляет достаточно большую сложность как-то интерпретировать эту партию. Единственное, только какие-то некие надежды и размышления. Вот Андрей Евгеньевич высказался по поводу «Республики», что это партия, так сказать, административного ресурса. Хотя сами себя они больше позиционируют как предприниматели творческой интеллигенции. Я не обладаю точной информацией об этом. Я тоже. Но могу только сказать, что, в принципе, всегда полезно вообще на вот этом электоральном поле иметь чем больше, так сказать, игроков, тем, в общем-то, оно имеет потенциал более такого качественного значения, да, так будем говорить. И уж коль там есть какое-то некое такое объединение людей, которые пребывают в сети и имеют какие-то точки зрения о будущем Казахстана, но почему бы не дать им возможность, в принципе, как бы поучаствовать в этой политической конкуренции, да, попытать счастье, что называется, да. Тем более, что над ней не висит такой вот груз, так сказать, истории, ответственности, там, ошибок, как вот перед парламентскими партиями. Она может вполне спокойно, креативно, так сказать, предлагать какие-то не всегда удобные, так сказать, но полезные для общества какие-то проекты. Я думаю, что надо дать шанс. И, в принципе, я хотел бы... Я с этим не спорю. Я с этим не спорю. Но, с другой стороны, если рассматривать политику как серьезный процесс, ну, скажем так, борьбы за власть в государстве и попытку привнесения идей новых каких-то или, может быть, отстаивания старых идей классических, как именно надо эффективно, собственно, нашей страной управлять и в какую сторону ее двигать, то здесь не мешало бы, ну, мне кажется, четко сформулировать, собственно, эти самые идеи, для того, чтобы люди смогли их оценить или с ними, так сказать, поспорить. Ну, знаете как, вот я бы хотел сказать, что, может быть, это и такое общее место для многих партий, да, вот сегодня, к сожалению, партии выставили не всегда тех людей, которых хотел бы народ видеть в парламенте, а больше ориентировались на тех функционеров, кто хочет быть в парламенте. То есть это совершенно разные вещи. Это разные вещи, да. И, конечно, здесь вот, например, у партии «Республика» у нее вполне была возможность, в принципе, ориентироваться именно на умонастроение общества и найти, так скажем, знаковые фигуры, которые могли бы стать знаменем этой партии, ну, более, так сказать, сделать ее более узнаваемой, более интересной, вот с точки зрения личностной. Ну, посмотрим, знаете, тут же молодежь, это, может быть, им удастся проявить себя, показать действительно на деле, что они себя представляют. Пока мне сложно сказать, я, честно говоря, просто не знаю. Да, действительно, пока такая партия-загадка небольшая. Ну, что ж, от городской молодежи перейдем к вот завершающей нашей сегодняшней партии. Это партия «Аул». Господин Токтушаков, она достается вам, так сказать, и для начала пару слов о ней. Партия «Аул» выдвинула 25 кандидатов по партийным спискам. Из них 6 женщин, 1 представитель инклюзивного общества, также 3 кандидата из числа молодежи. Средний возраст кандидатов – 43 года. Самому молодому кандидату – 25 лет. По одномандатным спискам выдвинуты 9 человек. Ну, что ж, так, давайте что-нибудь попробуем сказать об этой партии и о ее платформе. Потому что до этого мы обычно, скажем так, констатировали, что наверняка они будут опираться на сельскую часть электората. А что еще можно сказать? Ну, вот то, что вы сказали, сельская часть электората, в принципе, они в качестве такого аргумента и своего преимущества часто говорят, что 40% констанцев живет на селе. Но, к сожалению, вот, как показывают предыдущие выборы, да, партии не удавалось проходить в парламент. Вот если посмотреть на результаты парламентской выборы 2021 года, партия, если не ошибаюсь, около 5%. То есть, в принципе, по нынешним критериям она бы проходила в парламент. Партия не прошла в Можилис, но, насколько я знаю, по Маслихаты часть депутатов все-таки прошла. Но здесь им будет еще сложнее, ведь здесь еще подключатся одномандатники. Они-то, ну, скажем так, будут еще ближе к своему избирателю, они будут ему знакомы, они, так сказать, мне кажется, это будет еще сильнее. Ну, одномандатники, да, однозначно внесут коррективы в избирательный процесс. Что еще очень характерно, значит, кандидатами от партии, АУЛ, в партийный список, значит, включили два, значит, человека, которые баллотировались президенты. Это Жигулида Ирабаев, мы знаем. И плюс еще вот кандидат Каракат Абдиен, которая, когда баллотировалась в качестве президента, она тогда была, насколько я знаю, не представляла партию. Вот она вошла в партийный список партии АУЛ. Ну, она, в принципе, примерно такие же ценности тогда. Да, во много похожи, наверное, этим и объясняется. И плюс еще, насколько я знаю, по одномандатному округу они включили, значит, Толиутая Рахимбекова, который тоже баллотировался в президенты, вот не на последней кампании, а предыдущей, да, да, да. То есть целых три кандидата, да. Причем с опытом таким бэкграунда. Да, с опытом бэкграунда, возможно, это как бы позволит им, да, вот как-то в качестве такого серьезного аргумента на свою сторону. Но, с другой стороны, вот насколько все-таки логично, и там правильно, и эффективно, ну вот сразу, можно сказать, отсекать от себя. Хотя наверняка они скажут, что они этого не делают, что они и на городских жителей тоже рассчитывают, потому что все мы родом из села и так далее. Но, исходя из, так сказать, во всяком случае, названия и так демонстрационной политики, ну, скажем так, стиля поведения, вот, то в любом случае, мне кажется, что городские жители их будут ставить, ну, для себя не на первое место, во всяком случае. Ну, возможно, в таких социальных настроениях, да, вот в электоральных предпочтениях такое будет прослеживаться. Но я думаю, что вот вы правильно сказали, что, несмотря на то, что, как бы, основной идеологической, как бы, линией является эта защита интересов, там, агропромышленного сектора, да, вот, жителей села, все-таки, как бы, партия не будет только стараться защищать интересы только этой социальной группы. Все-таки это будет, да, слишком, как бы, ставить их в такое уязвимое положение, да, вот, в сравнении с другими конкурентами. Я думаю, что партия, помимо того, что будет бороться за вот свой основной электорат, ну, вот, жителей села, они будут постараться все-таки и охватить жителей городов. Ну, как бы, это нормально, вообще принятая практика. Да, ну, посмотрим, насколько это им удастся. Стоп, ребята. Что ж, напоследок, у нас осталось буквально минут пять. Хотелось бы обсудить, вот, буквально, так сказать, заявление о том, что, значит, еще и выдвинут, закончилось, так сказать, выдвижение кандидатов по одномандатным округам. В ЦИК заявили, что выдвинуто 609 кандидатов. Из них, значит, 79 кандидатов от семиполитических партий, пять кандидатов от четырех общественных объединений и 525 – это самовыдвиженцы. И вот здесь, что интересно, господин Чеботарев, как вы думаете, вот, собственно, такая активность по одномандатным округам, которая, мне кажется, даже в какой-то степени выглядит несколько парадоксально, потому что, ну, во всяком случае, исходя из моих наблюдений, даже те вот люди, которые раньше были настроены как-то абсолютно скептически, критически и так далее, в этот раз взяли и сами пошли в кандидаты по одномандатным округам и сейчас будут пытаться, во всяком случае, воспользоваться этой мажоритарной системой. О чем это, на ваш взгляд, говорит, господин Чеботарев? Ну, это говорит о том, что, во-первых, есть ощущение, что действительно избиратели соскучились по кандидатам, баллотирующимся по одномандатным округам, особенно с беспартийным самовыдвиженцем. И плюс самим этим людям есть возможность, что называется, проверить свой потенциал, пообщаться со своим избирателем, потому что все-таки одно дело участвовать в партийном списке, когда нет ощущения вот этого потенциала и электоральной поддержки. И другое дело, когда действительно ты сам отвечаешь за себя, за какую-то, за свои слова, за свою повестку, которую продвигаешь. И здесь взаимосвязь с избирателем очень-очень, прежде всего, важна. И мы видим, что действительно сейчас баллотируются представители самых разных слоев населения и выразители всевозможных мнений, идей, ценностей и так далее. Это придает оживление избирательной кампании. Я вообще считаю, что эта избирательная кампания, ее сделают именно одномандатниками, не столько политических партий. Даже несмотря на свое малочисленное количество. Вот это, кстати, интересное мнение, господин Абрибаев, что скажете. А вы так вот готовы поставить, сделать ставку именно на одномандатников? Ну, в целом, понимаете, сейчас, мне кажется, сложилась такая ситуация, когда мы все ставим задачу, задачу перейти в новое качество политической системы Казахстана. Если мы ставим такую задачу, и в целом, как бы, вот выборный процесс, это процесс, значит, отбора, значит, ну, меритокритический принцип, да, отбора наиболее достойных во власть. Вот в одной из ветвей власти, в данном случае, законодательная ветвь власти. И понятно, что все, в принципе, мы понимаем, что наши законы несовершенны. Правоприменительная практика тоже, значит, оставляет желать лучшего. И теперь вот нужно собрать вот из нашего 18-миллионного Казахстана, да, небольшую группу людей, которые, в принципе, ответственно, грамотно, профессионально отнесутся к этому делу, создадут правильные законы и, значит, вот условия для того, чтобы система на самом деле модернизировалась и отвечала потребностям широких слоев нашего населения. Вот отвечает ли вот этим вот простым критериям вот то, что сейчас происходит у нас на выборах? Мне кажется, да. Партии, например, реализуют ли они вот эти вот задачи в полном объеме? У меня есть большие сомнения. Есть отдельные личности, да, вот, скажем, которые сейчас не удовлетворены вот существующими правилами игры, существующими игроками и вынуждены выходить, так сказать, в поле с открытым забралом и, значит, пытаться пробиться туда в парламент, чтобы, в принципе, поставить актуальные вопросы, волнующие большинство нашего населения. Поэтому, мне кажется, сейчас вот острие вообще в целом, как бы, политического такого напряжения, оно будет именно вот в одномандатных округах, там, где, в принципе, выйдут вот люди, которые могут говорить, которые могут отвечать за свои слова, могут требовать от государства, в принципе, решения вот этих актуальных вопросов. Ну что ж, значит, это будет... С точки зрения вот такая. Спасибо огромное. Ну что ж, значит, это будет, наверное, очень интересный процесс, за которым будет интересно наблюдать его и его комментировать. Огромное спасибо, уважаемые гости, за то, что приняли участие в этой беседе. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар-24. Увидимся завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok